Боевое братство Более подробно хотелось бы узнать о планах предстоящих, в целом о поездке. Сколько человек отправляется? У нас желающих на эту поездку очень много, конечно. Мы берем отбор, выезжаем 3 августа. Вчера по КТК показывали, алматинские поездковики уже выехали, афганцы тоже с боевого братства. 3 августа мы выезжаем в Псковскую область и выезжаем на автобусе. 3 августа будет у нас небольшой митинг возле монумента Али Мордогулу в 1 часов. И вот оттуда мы сразу трогаемся, едем. Планируем вообще работать на 15 дней. Сейчас мы просто едем, пока мы не видим, не знаем как. По рассказам российских поездковиков, как они сказали, что там кусты, мошкара, комары. Ну, как говорится, это нам не привыкать, мы не боимся, естественно. Просто сама суть работы заключает в том, что поднимать захоронение, это не то, чтобы ходить там, искать останки по лесу щупами. Более так легче, но еще посмотрим, какие природные климатические условия будут, чтобы дожди не было. А так в целом планируем за 2 недели уложиться. География поиска какая? Ну, какая у нас география поиска? Это именно Новосокольника, там Печеневка, деревня Печеневка была, где именно находился Митсамбат. И там вот при этом Митсамбате, когда умирали в госпитале, там захоронение, заброшенное захоронение, рядом в радиусе 30 километров нету деревни. А поэтому россияне не насчет этого щепетильной, они вот даже в любое время поедешь, у них братские могилы сильно ухожены. Там в этом районе вот именно воевала Алия Малдегула, 54-я стрелковая бригада, которой она служила, вот, где она и погибла. Вот, буквально вчера по интернету там очень подробно была скинута информация, что подтверждающая, что да, действительно, в этом монументе Манакова не было ее, не обнаружено. Именно везде вот с архивов, вот с министерства обороны, которые давали запросы, пришли ответы, что место захоронения Алия Малдегула неизвестное. А вот там был еще даже такой запрос, вот типа по рассказам этих местных жителей, что видели, как Алию Малдегул захоронен. Ну, и там тоже такая, как я предполагал, такая цитата стоит, что, мол, в 62-м году, как они могли определить, что это Алия Малдегула? Ну, а в этот раз как будете определять? А в этот раз нет, мы определять не будем, там большое захоронение, 587 останков, поэтому мы просто всех будем поднимать. Там не только Алия Малдегул, там еще бойцы именно с Казахстана есть в этом захоронении, по списочным мы смотрели. Вот именно, как россияне, мы приняли такое решение поднять эти останки все, перезахоронить братскую могилу на Монакова. И там уже, потому что фамилии их неизвестны, по фамильным будем устанавливать обелиски, и по фамильным это. Ну, бывают такие случаи, во время поднятия, может быть, какие-то личные вещи будут, может быть, медальоны, потому что бывают такие случаи, что, может, какой-то бой начался или обстрел начал быстрее-быстрее, не проверить, бывает так. Так что тоже будем работать, как говорится, аккуратно. Ну, у нас уже ребята поискики большой опыт, вот Сергей Сысоенко припачивали, они уже более 30 раз выезжали именно на раскопку, поэтому уже опыт есть. Камера Главович, сами родственники Алии Молдогуловой как относятся к всему этому мероприятию? Вы знаете, не только родственники Алии Молдогуловой, многие говорят, вот давайте привезем сюда, здесь захороним, но у нас предположение такое, где погиб человек, он должен был там покоиться со своими однополчанами, как говорится. И вот очень много вопросов задают, а сейчас, в данный момент, мы же говорим, там 587 останков, вот попробуй определи из них, которые из Алии Молдогуловой. Это долго, кропотливая работа, дорогостоящая. Да, ДНК берется от ближайших родственников только, а уже дальние родственники ДНК не подходят, поэтому реальности то, что где-то определить ее, чтобы привезти сюда, это не имеет возможности просто. Сколько людей уже отбор прошли? Ну вот сейчас, вообще нам предлагали 10 человек, городская, областная администрация, но мы, конечно, берем чуть поболее, ребята, те, которые знают, что такое поисковое движение, вот берем человек 15. Спонсоры, как отнеслись к этому мероприятию, кто поддерживает? Ну, дело в том, что эти средства нам выделила сейчас администрация, правда, как говорится, ну, и на том спасибо большое, конечно, маловато, но на том большое спасибо. Ну, спонсор, дело в том, что так вот сильно на этот раз мы не обращались, потому что с расчета то, что администрация дала деньги. Областной ЭКИМАТ решил поддержать от начинания? Ну, естественно, это же, как наша землячка, это же будет уже, если не поддержать, не выделить средства, это же все-таки как-то... Если не ЭКИМАТ, то кто? Естественно, возникает вопрос, если не власти, то кто? Поэтому, да. В предыдущих репортажах, информационных выпусках мы рассказывали, что до сих пор не решена проблема помещения для вашего поискового клуба. Сейчас на какой стадии вообще решается ли вопрос? Ну, вопрос это я уже затравил 3-4 года, там, я уже говорил, что по Макаренко 7, там сейчас клуб как жил кем, мы очень просили это давно, клуб, потому что у нас сейчас, как говорится, базы свои нету, палатки, вот этот генератор, то там, то там лежат, все, вот поэтому мы бы хотели... Я подходил к Айгулу Мангазину, она говорила, ну, давайте решим там пополам с этим двором клуба к жилке. Но пока все тишина, но думаю, сейчас приеду, может займусь. Тем более у нас в этом АДУ 25 лет поискового движения, Актюбинская область, это единственный поисковый отряд в Казахстане, который уже работает 25 лет. Таких отрядов в Казахстане практически не существует, столько лет работает, по-моему, ежегодно выезжать в эти болоты, в леса. Причем, несет в себе очень особую миссию, не особая миссия, и привитие патриотизма, и любовь к родине, и далее можно продолжать бесконечно. Да, это вот через наш поисковый отряд прошло очень много подростков, вот даже сейчас вот много, очень много подростков. Мы сейчас готовим книгу «Воспоминания поисковиков» именно к 25-летию, мы будем праздновать 3 октября. Совместно работаем с музеем Алья, вот, Калтанова и Елена. Вот, они очень молодцы, к нам хорошо помогают, постоянно какие-то что-то встречи, они всегда нам идут навстречу, и поэтому все организовывают, все, что попросим, ну, как, совместно с ними работаем с музеем Алья. А вот насчет своего помещения, конечно, желательно. Мы бы организовали вот во многих областях, не только на территории, даже вот взять Петропавловск, у них свой музей, Павлодаре свой музей именно поисковый вот приводят. Ну, у нас нету, вот, если бы было вот это помещение, Макарника 7, там два зала, там и музей, и класс можно, и не только поисковый, там можно и другие заниматься с детьми, но пока просвета нету, как говорится, поэтому будем бороться. В путь вы отправляетесь, как вы сказали, в составе 15 человек за ними, это же наверняка взрослые люди работают, за ними сохраняется заработная плата, рабочие места. Ну, у нас, в принципе, едет один только, Сысоенко Сергея, вот я обратился с Архажану Ркатовой, чтобы его, как, освободили от работы со среднего заработка. Остальные, в принципе, у нас едут ученики, студент, вот, который с нами часто выезжает, уже, которые, ребята едут, те, которые, но двое у нас новички, а так едут те, которые уже опыт работы есть в поисковом отряде, поэтому. — Предположительно, когда вы будете уже направляться в Активенскую область назад, при условии, что погодные условия, естественно, позволят вам существовать? — Да, но мы сейчас пока не гарантируем, но то, что вообще по регламенту человек в этих условиях работает всего две недели, сможет выдержать, после двух недель он устает, уже домой рвется, поэтому мы как, по мере возможности, если даже будем, как говорится, если останется там чуть-чуть работать, то мы доработаем, а если нет, то оставим на следующий год, потому что по условиям, по годным условиям посмотрим, что там месяц сидеть, я не знаю, потом 1 сентября всем в школу, студентам учиться. — Программа подходит к концу, суеверий никаких нет у членов команды? — Нет, у нас суреверия нету никогда, мы всегда, когда выезжаем, и у нас такая поговорка, с нами Аллах и три пулемета, и все. — Ну, также добавим, что с вами Аллах, и очень много экспонатов на обратном пути, дай Бог, чтобы по тем медальонам, которые вы обнаружите, было легче идентифицировать данные солдата. Будем прощаться с телезрителями, с вами были Акмурал Майкузов, а также Гумер Абдул-Валевич Галиев, учредитель общественного фонда «Боевое братство». Всего доброго, до вечера. — До свидания. — Спасибо за интервью. — Спасибо.